Эй, котёночек, привет, моя любовь! Ну, чего ты тут делаешь? Котёнок книжку читает. Ну, ты посмотри на себя, господи! Встал! Человек стоит. Ну что, котёнок, расскажем подружкам про сон твой сегодня? Да? Расскажем подружкам про твой сон сегодня? Да? Согласен? Ну, давай! Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Датса, и я мама вот этого 10-месячного чуда по имени Рэм. И сегодня у нас очень важная тема, мы будем говорить про сон. Буду сегодня рассказать вам о том, как я научила своего ребёнка самостоятельному сну, о том, как я отлучила его от ночных кормлений и о том, как я научила его спать всю ночь. Словом говоря, ложится мой ребёнок вечером в 7 часов, то есть это 19.00, и без пробуждений спит до 7.30 утра. Итак, каждое утро. Начну с предыстории. Когда родился мой сыночек, мне говорили, что вот, у тебя будет младенец, который будет спать днём, есть и спать, есть и спать, и в общем, беды не будешь знать. Сказка эта будет продолжаться до 4 месяцев, но до этого времени, значит, будет тебе лафа. Но с нами этого не приключилось, потому как с самых первых-первых дней ребёнок спал исключительно по полчаса, он не любил находиться на руках, его не было возможно укачать, не помогало ничто. Если я его укачивала в коляске, то коляска не должна была останавливаться. Как только коляска останавливается, ребёнок просыпается. Ровным счётом то же самое с автокреслом. Как только машина останавливается, ребёнок просыпается и, естественно, начинает кричать. Понятное дело, я его кормила по отребованию первые месяцы, естественно, кормила грудью, но когда кормление заканчивается, всё, и спокойно наше существование, оно также заканчивается. Да, котёнок? Он начинал орать. И в силу того, что младенцы, они не реагируют ни на игрушки, ни на что другое, понятное дело, он плакал, кричал, ревел, и я не знала, что с ним делать. И в те моменты, когда нужно было его укладывать, это, ну, становилось большой проблемой, потому как, во-первых, у него были очень сильно развиты рефлексы новорожденного, то есть он швырял руками, бил себя по голове, мотал головой, мотал так сильно, что даже в пелёнке эта голова у него не стояла на месте, и мне пришлось изобрести такую подушечку с валиками по сторонам, которые бы сдерживали все эти его рефлексы, и ребёнок мог спокойно спать. Иначе он просыпался через каждые 5 минут, 10 минут, полчаса и так далее, и так далее. Мать правду говорит. Итак вот, первый месяц мы кормились исключительно лёжа в моей кровати. Я его кормила таким образом, котёночек засыпал и отправлялся спать. Но сразу положить его спать я не могла, потому как он просыпался. Мы изначально с мужем решили, что ребёнок будет спать в своей кроватке. И вот мы пользовались кроваткой Чика Нэкстуми, которая пристёгивается к родительской кровати, и малыш рядышком с нами безопасно спит. И мне требовалось час, 40 минут для того, чтобы я смогла после того, как он засыпает на груди, переложить его в кроватку. Четыре недели после родов тут начался ад. У котёнка случился скачок роста, и он перестал, во-первых, спать в своей кровати, он не засыпал один и не спал один. То есть, как только я от него отодвигалась или выходила из помещения, включался какой-то радар, и мой ребёнок тут же и сразу просыпался. И он больше не спал, он просто орал, и ничего другого мне не оставалось, как, естественно, проверить подгузник, поменять этот подгузник, подкормить его ещё раз, и он засыпал снова. И я оказалась в ситуации, когда мой малыш спит исключительно рядом со мной, на моей груди, и никак иначе. И мы были вот заложниками такой ситуации, когда в 9 часов вечера я его укладываю, и всё, мы рядышком спим, и я не выхожу из комнаты, и мы уже вот до следующего кормления находимся с ним вместе. И если ещё говорить о его сне в машине, в коляске, он был исключительно тревожным. То есть, его будило абсолютно всё. Только-только ребёнок засыпал, и даже если коляска была в движении, тихий разговор проходящих мимо людей, мой тихий, опять же, разговор по телефону в наушник. Всё это его будило, глаза тут же были открыты. И несмотря на то, что ребёнку было всего полтора месяца, я понимала, что мне нужно с этой ситуацией что-то сделать. Мне нужно обратиться к экспертам для того, чтобы понять, почему мой ребёнок так мало и так тревожно спит, и что я могу сделать для того, чтобы эту ситуацию улучшить. И, конечно же, как я уже говорила, я придерживалась того мнения, судя по нашему опыту, что всё-таки здоровый сон ребёнка, он возможен только в кроватке. Потому как всё, что мы пробовали в колясках, качелях, бэби-бёрне, там, в автокресле, это всё не работало. На постоянной основе это не могло ребёнку дать нужный ему отдых, нужную возможность когнитивную переработать ту информацию, которую он получает в течение своего бодрствования, и чтобы мой малыш просыпался довольный и с улыбкой. И вот я обратилась к экспертам. Я читала книги таких профессионалов, как Марк Вайсблюз. Я смотрела материалы Вивин Соненберг. Она имеет более 20 лет опыта работы с младенцами, и сон именно является её специальностью. Она по всему миру помогает мамам и папам работать с их детьми и воспитывать, и помогать им спать должным образом, чтобы их здоровье, их развитие было правильным. И, конечно же, метод Фербера. Это был третий метод, который я рассматривала. И для себя я решила взять из всех этих трёх экспертов всё самое лучшее, то, что подходит конкретно моему ребёнку, потому как каждый ребёнок он индивидуален, несмотря на то, что обучить можно любого ребёнка. И я из каждого из них взяла то, что подходит нам наибольше всего. Во-первых, по биоритму своего ребёнка. Он спал полчаса, и я никогда не продлевал этот сон. Я понимала, что если он спит полчаса, значит, ему этого достаточно. Значит, мы будем спать днём большее количество снов. И я приняла решение, что я буду обучать своего ребёнка, во-первых, самостоятельному сну, во-вторых, я буду его укладывать дома в кроватке. Он у меня будет спать все свои сны исключительно только в кровати, в тёмном помещении, и я буду создавать для него правильные ассоциации сна, для того, чтобы он понимал, что сейчас мы будем спать. И если уж мой ребёнок не спал во всех других обстоятельствах так, как нужно, то я понимала, что я буду создавать для него благостные обстоятельства, атмосферу, чтобы он спал должным образом. Также это обучение, оно в себя включало обучение самостоятельному засыпанию. То есть я решила, что я попробую его обучить спать самостоятельно и засыпать самостоятельно, чтобы он не зависел ни от чего. Ни от мамы, ни от груди, ни от качелей, ни от папы, ни от мультиков. Вообще ни от чего. Единственное, что я оставляла как наши инструменты в помощи засыпания, это белый шум, так как он на него очень хорошо работал, он блокировал внешние шумы, и я оставляла сосочку. И что я сделала в первую очередь? Первое. Я отделила сон и кормление. Я перестала, во-первых, ребенка кормить в нашей кровати. Наше кормление, оно вышло, в принципе, из спальни в нашу гостиную, и я кормила ребенка исключительно в гостиной. Мы отделили сон от еды, то есть у него больше не было ассоциации. Я поел, и я могу спать. И таким образом и грудь, она не ассоциируется у ребенка со сном. Если он просыпается вдруг, груди рядом нет, у него не наступает истерика, он может продолжить дальше спать. Второй шаг, который я сделала. Я попыталась отделить ребенка во время сна от себя, то есть я поместила его в его кокон. Этот кокон я держала в своей кровати, то есть получалось, что ребенок был все еще рядом со мной. На ночной сон я не выходила из комнаты, я находилась рядом с ним, дабы его радар не включался, но я просто ребенка перемещала немного дальше от себя, то есть я его помещала в кокон. И на том одеялке, на котором я его кормила, чтобы температура не менялась, ему было тепло, комфортно и хорошо. Потом еще через несколько ночей я начала этот кокон помещать в его кроватку. То есть со всем коконом он спал там же рядом со мной и в кроватке, но сама я из комнаты еще не выходила, то есть маму он ощущал, мое присутствие он ощущал и был спокоен. И еще через ночей, наверное, 5-6 я уже начала выходить из комнаты. Конечно, первые вечера малыш плакал, я возвращалась и я продолжала рядом с ним находиться, его успокаивать и уже из комнаты не выходила и пробовала, возвращалась к этому методу в следующий вечер. И если говорить про разницу между дневными и ночными снами, конечно же, она была. Значит, дневные сны чем отличались? Во-первых, естественно, в комнате было немного более светло, хотя все шторы я зашторивала, блок-аут я опускала и создавала темную атмосферу в его комнате. Также я включала белый шум и я начинала обучать ребенка тому, что я его не укладываю. То есть все у того, что он и так не любил, чтобы его качали, то есть на руках он в принципе не любил находиться. За всю его жизнь он, по-моему, раза три только засыпал и спал у меня на груди. Два из них были, но это такие сомнительные, достаточно принудительные истории. Так вот, во время дневных снов я его пеленала, значит, подгузник был, естественно, чистым, укладывала в кроватку, говорила о том, что, «Малыш, теперь время твоего сна, отправляйся на сон, мама здесь, я тебя люблю, целую», и я выходила из комнаты. И тут я включала метод фербера, то есть это малыш начинает плакать, я выжидаю минуту к нему, захожу его, успокаиваю, потом две, три и так далее, так далее, так далее. По-моему, там до 45 минут можно так вот заходить к нему, находясь каждый раз в комнате не больше минуты и не поднимая ребенка из кровати. Но так долго нам никогда не приходилось ждать, максимум раза три-четыре я могла к нему зайти, не более того. И мой ребеночек засыпал. И, конечно же, свои законные полчаса он днем спал. Что касается ночи, ночь выглядела немного по-другому, просто потому что ночное кормление, оно не предполагает того, что ребенок просыпается. То есть я следила за тем, чтобы ребенок спал. И как только я слышала, что он шевелится, начинает мурчать, чмокать, чпокать, я понимала, что ребенок просыпается, пора его кормить, и по времени я видела, что пора его кормить. Я тихонечко просыпалась. У нас все время горел маленький тихий ночничок. Его я оставляла для того, чтобы я могла котенка видеть. То есть в темноте мы не спали. Я его перекладывала в свою кровать. Я его тихонечко распеленала. И я меняла подгузник. Делала это сначала, чтобы ребенок после кормления не просыпался. То есть изначально меняю подгузник. Совершаю абсолютно все действия, которые могут ребенка разбудить. И только потом его кормлю. Пеленала его обратно, кормила. И так вот ребенок в полудреме сонный у меня ел. И потом я его поднимала столбиком, ждала отрыжечки. Это для нас было одним из самых важных пунктов после кормления. Для того, чтобы ребенок не срыгивал. И после того, как столбиком я дожидалась его отрыжки, я укладывала его обратно в кроватку. И ребенок абсолютно сонный спал себе дальше. Кстати, когда я меняла подгузник, первым делом, что я делала, я доставала влажные салфетки на случай, если он обкакался. И я клала эти салфетки себе на ногу, чтобы они за несколько секундочек согревались, чтобы малыш не замерзал и холодная влажная салфетка его не будила. Дальше я начинала вводить режим. То есть наш сон был исключительно по режиму. Вот, например, сейчас я вижу, что котеночек начинает тереть глазки, он мурчит, он уже такой недовольный, игрушки не нравятся, начинают плакать. Это означает, что котеночку пора спать. Поэтому я сейчас его уложу на его второй дневной сон, и мы с вами продолжим этот выпуск уже на кухне. Пойдем, котенок, пойдем с батушки, да? Тебе уже пора. Говори, подружки, я пошел с батушки, а мама расскажет, как она знает, что ты хочешь спать и не позволяет тебе перевозбуждаться, да? Пойдем. Ну что ж, котеночек, мы спим, и мы можем с вами продолжать. Значит, следующий шаг. Я начинала вводить режим. Что это значит? Это значит, я, во-первых, смотрела количество часов сна, которые ребенок должен спать по его возрасту. В его возрасте это было 15-17 часов, достаточно огромное количество времени. Учитывая то, что мой ребенок в день за один сон спал максимум полчаса, то я понимала, что мне нужно очень четко рассчитать время его отправления на сон, время его бодрствования, время укладывания и так далее, и так далее. И я считала эти часы. То есть самым главным для меня было, чтобы ребенок высыпал общее количество часов, и я, судя по его биоритму, уже не обращала внимания, чтобы он там, например, за раз спал 2 часа, и таким образом я никогда не продлевала его сны. Я смотрела также на время бодрствования. В то время, наверное, это было до часу, потом уже через какой-то месяц, 2-1,5 часа, 2 часа, ну, собственно, по табличкам вы спокойно у своих педиатров можете эти таблички получить и увидеть, как по табличкам растут часы бодрствования и сокращаются сны дневные, или как они перемещаются, и как этот режим он может плавать. И, в принципе, я для себя понимала, что тот режим, который я буду вырабатывать, он будет для нас основой, но нужно сразу настраиваться на то, что, во-первых, он будет плавать и не расстраиваться, когда что-то меняется, просто нужно этот режим адаптировать, и, второе, нужно понимать, для чего этот режим вообще создается. И для себя я знала, что моему ребенку, да и мне, собственно говоря, для моего здоровья этот режим абсолютно необходим. Во-первых, ребенок, его психика, она очень-очень нестабильная, очень слабая, и, как я уже говорила, все эти эмоции, вся та информация, эти стимулы, которые ребенок получает за время бодрствования, ему нужно время, за которым будет эти все стимулы, эту всю информацию обрабатывать, усваивать и дальше воспринимать новую информацию. Это первое. Второе, ему нужен один и тот же паттерн в течение дня, для того, чтобы он вот в этом новом мире понимал, как ему функционировать, для того, чтобы его психика была стабильная, для того, чтобы он не орал, не кричал, для того, чтобы он учился, когда есть, когда пить, когда спать, когда играть. То есть ребенку, его растущему организму, развивающейся психике, когнитивным его способностям, этому всему необходим конкретный паттерн, распорядок и очень четкая структура. И только так ребенок может быть поистину здоровым, спокойным и наиболее здоровым образом развиваться и расти. Все очень просто, только лишь по этой одной причине. Да куда там далеко ходить? Даже природа. Если посмотреть на природу, часы, времена года, солнце, женский цикл, все это происходит по циклу. Даже по себе я знаю, попробую я, например, неделю спать в разнобой, ложиться в час, вставать в 12, потом в следующий вечер ложиться в 9, вставать в 4 или там в 12 вставать в 9. Есть когда попало, что попало, все не по режиму, здоровье ему летит чертям собачьим очень-очень быстро. Я думаю, каждый из нас это все знает. И тем более малыш, даже внешне, когда ребенок спит по режиму, ест по режиму, живет по режиму, у него появляются розовые щечки, у него появляется ясный взгляд, он не утомленный, он не уставший, он не психованный, он знает, что нужно делать, и поэтому режим в этом случае это был тот момент, без которого мы не могли обойтись никак и никоим случаем. Следующее, за чем я очень строго следила, это за тем, чтобы мой ребенок никогда не перевозбуждался. Вот мы записывали первую часть ролика, вы видели, что ребенок был достаточно неспокойным, пришло время его кормления, я его покормила, он поел, все равно он был такой очень нервный, игрушки его, да, они его на какое-то время увлекали, но очень быстро он от них отказывался, он начинал хныкать, кричать, он начинал тереть глазки, и вот это мои первые сигналы того, что ребенок хочет спать, он устал. Если даже по времени я вижу, что ему еще вроде как не пора спать, то есть это было 3 часа, мы только-только поели, он должен был пойти спать где-то, наверное, минуту еще через 20-30, все равно, если эти сигналы наступают быстрее, я ребенка начинаю потихонечку укладывать спать. Если этого не сделать, что произойдет? Во-первых, ребенок начнет психовать, ребенок начнет орать, он начнет швырять ногами, руками, он будет драться, он будет вырываться, он будет проситься на руки, как только ты возьмешь его на руки, он будет из них вырываться, он не будет знать, чего он сам хочет, он будет заводиться, как шарманка, будет орать еще больше, больше, больше до того момента, как это все перельется в такой хороший, добротный псих. И тогда ребенка уложить будет практически невозможно. То есть ребенок будет орать, он будет вставать в кроватке, если он уже встает, он укладываться не будет. И тогда мама вынуждена сама в психе его укачивать, успокаивать, докармливать, допаивать, предлагать грудь. Все вот эти вещи, которые, по сути, ребенку не нужны, потому что он не голодный, он не хочет пить, он не хочет играться. Все, что родитель сделал неправильно, он упустил этот момент, когда ребенок устал, и ему пора отправляться спать. И ребенок как бы перешагнул эту грань, и он перевозбудился. И в случае детей схема для себя, я поняла, очень простая. Перевозбуждение, оно порождает перевозбуждение, а сон, он порождает сон. То есть чем больше ребенок спит, тем лучше он спит, и тем легче он укладывается. Чем меньше ребенок спит, чем меньше у него сна, чем труднее его уложить, чем больше он перевозбуждается, тем хуже он будет спать. И также парадокс с нами работал еще и по вечерам, когда я понимала, что ребенок просыпается вообще в непонятное время. Например, он закончил свое второе, третье кормление, ну давайте третье кормление в 5 часов утра, и он просыпается через полчаса. Я понимала, что это за фигня, такого не должно происходить. В этом случае не означает, что ребенок выспался, это всего лишь означает, что он опять же перевозбужден. И следует попробовать уложить ребенка на полчасика раньше. То есть сдвигать его сон на полчаса раньше, и именно так я всегда и делала. Но давайте обо всем по порядку. Значит, устанавливая режим, что я для себя поняла? Я поняла, что несколько недель для меня режим ребенка, здоровый сон ребенка, самостоятельный сон ребенка, это приоритет номер один, и это означает, что первые недели, пока я занимаюсь его обучением, я не вмешиваюсь в его сны, и все его сны, они будут проходить дома, в кровати, в тишине, с его белым шумом, в темной комнате, и он будет спокойно спать, ни в тряске, ни в коляске, ни в машине. У нас не может быть никаких планов, то есть моей жизни не существует. На эти несколько недель мой приоритет – это сон ребенка. И вот это решение, оно зачастую мне давалось очень тяжело, потому что не каждый раз и не всегда все получалось, и особенно в те моменты, когда не получалось, был, ну, большой соблазн посадить его в автокресло, посадить его в коляску, пойти гулять, и как-то уже себя хотя бы разгрузить, выйти из дома и уложить ребенка где-то. Как-то, ай, сегодня прокатит, завтра начнем заново. Но нет, я держала себя в руках, и я понимала, что все наши усилия, вся наша работа, она очень-очень дорого нам стоит, поэтому мы не имеем права, я не имею права мучить ребенка и нарушать сейчас этот новоустановленный порядок, просто для того, чтобы как-то мне стало легче. Поэтому я вот просто как религию для себя взяла, что ребенок на время обучения спит дома и по часам. Я посчитала, как я уже сказала, общее количество снов, я посчитала, сколько ему нужно бодрствований и снов в день, учитывая то, что он по возрасту спал полчаса и бодрствовал, по-моему, час. И, собственно, тогда я высчитала, что у него, наверное, было 4 или 5 снов, что-то такое. Дальше я установила для него отбой, во сколько он идет спать. Начинался мой отбой, по-моему, там с часов 7-8 и плавно-плавно-плавно он передвигался на 9 часов. И это как раз-таки было в тот момент самое наше такое хорошее время, когда ребенок свои дневные сны спал, он хорошо ложился спать вечером, он не просыпался до следующего кормления, по-моему, в час или в два ночи, он спокойно себе спал, и наш сон, он продолжался, ну да, по-моему, там типа часов до 9-8, что-то типа того. Кстати, посмотрите мой первый видеоролик, здесь я его отмечу, где я рассказывала о своих шагах, как я его приучала к самостоятельному засыпанию, режиму и сну в общем. Сейчас я уже могу немного путаться в последовательности, просто потому что уже время прошло, а тогда вот я вот прям рассказывала, как происходило вот в те дни. Поэтому обязательно посмотрите еще и тот видеоролик. То есть я установила, значит, для своего ребенка неизменный режим, который я соблюдала каждый день. Следующее, я установила для него ритуал отправления на сон. То есть ночной сон был особенно важным, каждый вечер мы делали одно и то же, одно и то же. То есть мы купались, мы переодевались, мы кормились, потом мы немного бодрствовали и потом мы отправлялись уже в спальню на свой сон. И, кстати говоря, вот эта схема, она уже начала работать после того, как я за, по-моему, неделю, но я не знаю, 4-6 недель, но вы посмотрите тот первый ролик, я его, скажем так, приучила засыпать без меня и спать в своей кроватке. То есть это уже для нас была норма, что мне не нужно с ним сидеть в комнате и что он не просыпается, когда я выхожу. И вот следующим, как я уже говорила, шагом, значит, тогда у нас был наш ритуал. И я перестала его усыплять в его качелях, в его бэйби-бёрне. То есть этот бэйби-бёрн или качели, они для нас работали только лишь для того, чтобы ребёночек, скажем так, погружался в такое спокойное, плавное состояние. То есть я его вечером кормила, я приглушала свет, я включала какую-то тихую колыбельную или шум природы, там какого-то ручейка. Я помещала его в наш маморун, то есть это автоматические качели. И он вот так вот укачивался и смотрел, как я тихонечко готовила его спальню, готовила его кроватку, готовила его пелёночку. И, собственно, там минут, наверное, через 15-20 после кормления бодрым я его заносила в комнату, пеленала, отправляла в кроватку. И здесь, конечно же, как я уже говорила, работал метод фербера, когда ребёнок сначала плакал, я к нему заходила, его успокаивала, его шушукала. Ну, его укачивать не нужно было на руках, в принципе, поэтому поднимать его с кровати не было смысла. Но я с ним находилась, я его шушукала, я ему говорила о том, что пора спать, объясняла, что сейчас ночь, что всё хорошо, и ребёнчик должен отдыхать. Желала ему доброго сна, говорила, что я его люблю, и тихонечко выходила из комнаты. И, по-моему, ночей, наверное, 4, если я не ошибаюсь, приблизительно, нам потребовалось, чтобы ребёнок больше не плакал. То есть всё, я его относила, работал белый шум тихонечко, ребёночек ложился, засыпал. Иногда соска, иногда без соски. Это уже для меня, в принципе, было неважно, потому как соску я абсолютно нормально воспринимаю. Даже сейчас, когда ребёнок со своими зубками эту соску, в принципе, в течение дня не выпускает изо рта, ну, я и не против. Пусть ребёнка успокаивают. Для меня это нормальный детский гаджет, который, ну, может существовать, и раз уж ему надо, пожалуйста, я не против. И вот таким вот образом я разработала, во-первых, наш режим и наши ритуалы. Я приучила ребёнка спать самостоятельно, отдельно в его кроватке, засыпать без мамы, без груди, таким образом обеспечив то, что ребёнок, он умеет засыпать сам. И в 4 месяца, когда наступило время регресса сна, я поняла, что для нас это не какой-то мучительный ад. То есть когда этот регресс наступил, он, наверное, его будил раза 2-3. То есть это продолжалось 2 ночи с одной ночью без просыпания посередине. Первую ночь он поплакал, я несколько раз к нему подходила, раза 3-4. Вторую ночь, по-моему, одного раза хватило. И всё. То есть это был весь наш регресс сна. И я очень, на самом деле, боялась этого времени, потому что мне многие мамы говорили, вот, ты сейчас намучаешься, ты сейчас будешь запариваться на свой режим, будешь обучать его самостоятельному засыпанию. А вот когда регресс бабахнет, тогда он забудет всё, что ты его учила, и всё, медным тазом накрылась твоя школа. И я подумала, что чёрт возьми, блин, даже если так, до регресса сна в 4 месяца нужно ещё дожить. То есть мне ещё как до луны, до него, и я должна попробовать сейчас, потому что до него жить ещё. И если я научу ребёнка сейчас, то я как минимум буду знать, что с ним делать потом. Но все эти прогнозы, они не воплотились в реальность. Мой ребёнок абсолютно нормально спал. И заблуждение думать, что регресс сна – это когда ребёнок куда-то обратно на этапы проваливается, и он больше не умеет спать. Абсолютно нет. Регресс сна – это всего лишь процесс, когда ребёнок переходит из паттерна сна малыша к паттерну сна взрослого человека. К его фазам добавляются ещё две фазы сна, и каждая из этих фаз становится короче. Поэтому ребёнок начинает ночью просыпаться чаще. И если ребёнок не обучен спать самостоятельно и засыпать самостоятельно, без сиськи, без мамы, без папы, без чего бы то ни было, вот тогда начинается проблема, потому что он просыпается, и он не понимает, что делать. Он начинает орать, кричать. Если он засыпал на груди, он начинает требовать эту грудь, потому как для него, ну, он не умеет по-другому. Мама его так научила. Это привычка. Всё. Ребёнок так только умеет. Но когда я своего малыша научилась засыпать самостоятельно, для него пробуждение ночью стало вообще, ну, как бы обычным делом. Он проснулся, полякал, даже покрутился, повертелся по кровати и уснул, и спит себе дальше. И всё. И дальше он просыпается только на свои ночные кормления. То же самое касается всех умелок. Когда он учился вставать на четвереньки, ползать, вставать на ноги, во время сна он ничего из этого не делает. Во время сна ребёнок спит, потому что он знает, что если он в кровати, он должен спать. Да, когда я его укладываю, он новые умелки отрабатывает, он там поползает, он может 5-10 минут там повставать, по рейкам постучать, может там поползать, но он через 5-10 минут сам укладывается и сам спит. Всё. Для него нет абсолютно никаких проблем. И я поняла, что вот именно самостоятельное засыпание, самостоятельный сон, это вот прям наше всё. Плюс ко всему, мы переехали 6 месяцев в отдельную комнату. Больше стресс был для мамы, потому как ребёнок, ну, ему было всё равно. Он просто лёг к себе и спал. Не спала несколько ночей мама. Поэтому сейчас, когда ему 10 месяцев, он уже, вот считайте, да, 4-3 месяца, он уже спит самостоятельно в своей комнате, без нашего присутствия. Камера у нас работает, по сей день мы его мониторим и, собственно, за ним следим всю ночь. Если он там шушукается, я, естественно, просыпаюсь, и мой малыш спит. Следующим шагом, что для меня было уже по возрасту, не по моему желанию, это отлучение от ночных кормлений. Начали мы отлучать его от ночных кормлений, по-моему, с месяцев 7, наверное. И как это произошло? Я поняла, что мой ребёнок иногда не просыпается на своё кормление. То есть он начал их пропускать, он спал. И я поняла, окей, давайте-ка попробуем это конкретное кормление отменять. Что же я делала? Наш ритуал вот этих ночных кормлений, он был следующим образом. То есть мы спали сначала с ночником, потом этот ночник я уже удалила, когда он спал в своей комнате, всё, у него тёмная комната. Я, когда приходила его кормить, я включала черепашку, у меня работал белый шум, если кто не знает, черепашка – это наша игрушка, проекция, которая светит такими красивыми голубыми волнами по всему потолку и стенам, и вот мы там наблюдаем. Очень такой тихий-тихий свет, но достаточный для того, чтобы я видела малыша. Значит, я готовила его бутылочку, я заходила к нему в комнату, я включала черепашку, я клала ребёнка на матрасик, я давала ему бутылочку, меняла его подгузник, помещала его после замены подгузника обратно в его мешочек и, собственно, кормила ребёнка. После кормления я его поднимала, он делал отрыжечку, также он был уже в этом возрасте бодрым, и я клала его обратно в кроватку, выключала, значит, черепаху, опять весь мой метод, любимый, продолжаем спать, всё, наше кормление окончено, мы с тобой спим. И всё, я уходила, и ребёнок засыпал, как обычно. И вот когда я понимала, что мы можем отменять одно из кормлений, я просто имитировала это кормление. Что я делала? Ребёнок просыпался, я к нему заходила, я включала черепаху, я давала ему сосочку, он её сосал, то есть это напоминало ему о его кормлении, я меняла ему подгузник, я, значит, помещала его обратно в спальный мешочек, брала его столбиком, поносила чуть-чуть по комнате, помещала обратно в кроватку и выходила. Несколько ночей он плакал, да, он плакал. Тогда, если я понимала, что он не успокаивается, по методу Фербер, опять же, я заходила, его гладила, шушукала, успокаивала, и, как правило, всё срабатывало, всё было нормально. Но были также ночи, когда это не работало. Я понимала, что ребёнок дербанится, он заводится, заводится, этот плач становится всё сильнее, 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 и когда я уже заходила, брала его на руки, он начинал драться, он начинал от меня отталкиваться, я поняла, да, мать, придётся кормить. И в эти ночи я его не заставляла, я его просто кормила. И продолжала его отлучать в следующую ночь. Ну, вот таким образом, наверное, за неделю максимум, в среднем это каких-то дней 5, ну, вернее, ночей 5, когда каждое из кормлений, оно у нас отменялось. Последнее кормление я отменила, по-моему, недели 3 назад. Это наше кормление в 6 часов утра. И всё, теперь малыш мой не просыпается в это время. Он может по привычке, наверное, проснуться, но он там повозюкается, поползает и уснёт. И тут я действительно для себя поняла, что в этом возрасте ему уже не нужны ночные кормления. То есть по физиологическому его развитию, вот моему ребёнку, не нужны ночные кормления. Это всего-то навсего привычка. Особенно, когда я ещё слышу, что мамочки мне рассказывают, ну вот, он даже не ест, он там что-то подсасывает и в принципе спит. Я понимаю, что это просто привычка. И здесь опять нужна остальная воля, нужно принять решение. Я это сделала для себя. И я, в общем, сказал себе, окей, если я приняла решение его отлучать, обучать, то я это делаю. То есть я не мучаю ребёнка. Сегодня да, завтра нет. Сегодня да, завтра нет. А сегодня я хочу спать. Мне лень там заходить по пять раз. Я хочу его быстро покормить и лечь спать. Нет. То есть я себе этого не позволяла. Решение приняла. Идём вперёд. И только таким образом мы смогли достичь нашего успеха. Если продолжить про привычку и голод ребёнка, я даже поняла, что проснувшись в 7, в 7.30 утра, мой ребёнок, он не орёт и не говорит о том, что ему нужно жрать. То есть он не такой голодный. Я установила также режим и питание. То есть я следующим шагом восстановления режима мы пошли к питанию. И сейчас мой ребёнок, опять же, так же со временем, двигая время, от меня одни кормления, другие кормления, увеличивая порции. То есть мы пришли к тому, что мы едим в 9 утра, в 12 первый обед, в 3 второй обед, в 6 часов наш ужин и через час мы ложимся спать. Где-то посередине, между двумя обедами, у нас есть ещё один перекус. Это может быть кефир, это может быть фрукт, это может быть пюре фруктовое. Ну, что у нас в холодильнике или по меню в этот день есть. И, собственно, таким образом я поняла, что когда мой малыш просыпается в 7.30 утра, мы с ним сначала играем, потом где-то 20 минут, потом мы отправляемся купаемся где-то полчаса, 40 минут, потом мы делаем массаж, мы занимаемся на фитболе, мы переодеваемся и только к 9 часам мы отправляемся с ним есть. И ребёнок голодный, довольный, с удовольствием ест и после своего завтрака ещё чуть-чуть мы с ним тусуемся. И вот, вуаля, в 9.30 спустя 2 часа он готов к своему первому сну. И если говорить про сны, у нас сейчас этих дневных снов две штуки. То есть, первые после завтрака где-то в 9.30, или, считайте, после пробуждения 2 часа, это самое короткое его бодрствование, это его первый сон. второй сон у нас в 3.30, то есть, после его второго обеда. И ещё должна заметить, что со временем, когда малыш растёт, также меняются его естественные биоритмы. С этого я начинала, что я не продлевала его полчасовые сны, я не заставляла его спать дольше. Да, для меня это был ад. То есть, в течение дня я не могла делать ничего. То есть, я не могла за эти полчаса поспать, я не могла за эти полчаса ничего сделать в доме, я не могла поесть, ну, начать сказать, я только могла поесть, и всё, больше времени ни на что у меня не хватало. И вот все эти долгие-долгие месяцы полчасовых снов для меня это просто ад адический. Лично для меня, для мамы. Я была прям на нервном срыве. Добавьте туда ещё сцеживание, грудное кормление, уборку, готовку. Ну, короче, это очень тяжело. Но со временем, когда ребёнок растёт, и по своему малышу я поняла, что его биоритмы меняются, и сейчас само по себе постепенно-постепенно эти сны стали дольше. Сначала он стал спать 40 минут, потом час, потом я уже смотрю, хоп, с ребёнок спит 2 часа, что раньше было, вот просто раз в месяц в лучшем случае. А потом он уже как бы и как-то бодрый, я понимаю, что, может быть, мы можем отменить третий сон. И вот со временем, так, наблюдая за ребёнком, чувствуя своего ребёнка, я поняла, окей, я, значит, отменяю его сон один дневной, я его утром укладываю через 2 часа, потом он бодрствует у меня где-то 3 часа получается, иногда 4, и я его укладываю в полчетвёртого. И тогда он уже у меня спит. По правилам, в принципе, не следует малышу позволять спать дольше, дольше 4.30. Это особенно касается старше деток. Когда они ещё до года, ну, можно, это ещё окей, потому как не все детки укладываются в 7, в основном они 8-9 укладываются. Поэтому если ребёнок, например, уходит, как мой, на второй сон полчетвёртого, тогда он поспит, ну, допустим, 2 часа, значит, полпятого, полшестого он проснётся, если ты ребёнка укладываешь в 9, тогда это окей. В моём случае я не позволяю ему, например, спать эти 2 часа, он спит у меня максимум полтора часа, я его тихонечко бужу, для того, чтобы он у меня уже уходил на свой ночной сон в 7 часов. И также я по своему ребёнку смотрю. Если подошло время дневного сна по времени, я понимаю, что прошло 3 часа, всё, котёнка пора укладывать спать. А он такой бодрый, танцующий и как бы даже не собирается спать. Я всё равно его в охапку и укладываю спать. И я удивилась очень сильно, когда я поняла, что он ложится спать. То есть это не означает, что он спать не хочет. Когда у ребёнка есть режим, он знает, он чувствует. И он понимает, когда мама помещает его в кроватку, у него включается правильная ассоциация сна, и он там поводюкается, поводюкается и всё равно засыпает. Но если допустить моменты, когда он, как я уже говорила, перевозбуждается и начинает уже психовать, вот тогда уложить ребёнка будет намного-намного сложнее. И вообще ежедневная наша жизнь с вот таким вот строгим режимом, строгим уходом на сон, режимом в питании, она стала намного-намного легче. То есть наша жизнь, она структурирована, она понятна. Я, как мама, знаю, с чем мне нужно считаться, на что мне каждый день нужно рассчитывать. Я планирую свои дела, я планирую свой сон, я планирую, там, например, даже работу над своим YouTube-каналом. Я могу планировать абсолютно свой вечер, после того, как я малыша укладываю спать. И лично моя жизнь, человека, который любит вот такую структуру, она стала намного-намного проще. И я понимаю, что и ребенок мой стал намного более жизнерадостным, с ним намного более легко общаться. Он не боится людей, он очень социальный, он жизнерадостный, он много улыбается, несмотря на то, что он самый серьезный малыш на свете, все равно он намного улыбается. У него практически нет истерик, у него нет психов. Он в этом смысле эмоционально, он спокойный, стабильный, хороший малыш. И что немаловажно, он сейчас уже обученный своему режиму, обученный своему сну, он может уснуть везде и в любое время. То есть, если мы будем ко времени его сну в машине, он уснет в автокресле. Если он будет в коляске, он уснет в коляске. Если он будет у бабушки, он также уснет у бабушки. Да, я максимально, скажем так, обеспечу ему, например, белый шум, сосочку. Если возможно, темную обстановку, это ему всего-то навсего поможет намного лучше. У бабушки, например, сейчас мы поставим ему, опять же, кроватку, чтобы там у него было свое спальное место. Мы обеспечиваем все эти условия. Но это абсолютно не означает, что ребенок, обученный режиму сну в своей кровати, он будет спать только в своей кровати. И для родителей уже жизнь их заканчивается. То есть, им не выйти, в отпуск не поехать, в гости не сходить и ничего не сделать. Абсолютно нет. Нам нужно изолировать себя только на время обучения. Но когда ребенок обучен, он абсолютно спокойно может засыпать и не в своей кровати, и в других обстоятельствах. И, собственно, опыт также вот экспертов, которых я читала, это Вивен Соненберг, это Марк Уайсблюз, говорит о том, что и потом, в возрасте уже постарше, когда они уходят в сад, когда они идут в школу, вот такой вот режим и стабильность в развитии ребенка, она влечет за собой послушного ребенка постарше, ребенка, который может легче концентрироваться на свою учебу, на занятия, который не психует, который не дерется с родителями, который не устраивает истерик, который слушает, и с которым, в принципе, возможно договориться. То есть, вы не получаете несносного адического ребенка. Потому как я все-таки, ну, не знаю, прочитав литературу и убедившись на своем ребенке, я понимаю, что по сути-то несносных детей нет. Это всего-то навсего ученики, это малыши, которые повторяют за нами, которые смотрят за нами. Если мы живем беспорядочной жизнью, громкой жизнью, там, в шумах, орем, кричим, спим непонятно как, едим непонятно как, они будут повторять ровно так же. Но их психика, как я уже несколько раз говорила, она слабая, она не способна с этим справляться. И выливается это все в психах, непослушании, оре, аде и так далее, и так далее. И, кстати, я знаю, что мамочки многие меня спрашивают про белый шум. Пока я его отменять не собираюсь, я пока еще не против белого шума. В какой-то момент я его наверняка отменю, потому что сейчас даже, я знаю, иногда, когда iPad, например, глючит, и в комнате у малыша тишина, я утром захожу, он спит, то я понимаю, что, ну, по сути, он может спать. Но пока я все-таки его оставляю, так как он к нему в том числе и привык. Все, что я делаю, это где-то в 11 часов вечера тихонечко захожу к нему, я убавляю звук, и я, собственно, делаю его совсем-совсем таким тихим. Не гробовую тишину, а совсем-совсем тихим. И вот он на лупе всю ночь у нас звучит. Опять же, если говорить про звуки, нет такого, что если белый шум выключается, то малыш вскакивает, и все. Он от любого шума вздрагивает. Такого нет. Я, например, даже вчера вечером он у меня спал, в 11 часов вечера я пошла здесь, вот на кухне у нас одна стенка, за стенкой он спит, я феном сушила волосы. То есть все было в порядке. Но это, опять же, редкость в нашей семье. Мы, по своей сути, очень тихие люди. И мои родители, Арсы, родители, ну, скажем так, воспитали нас таким образом, что мы уважаем сон другого человека. У нас, в принципе, нет телевизора, нет громкой музыки. Мы любим тишину дома. То есть мы не шумим. В принципе, когда любой член семьи, либо я, либо Арс, либо ребенок, неважно, кто спит, остальные члены семьи, они соблюдают тишину. Это не означает, что мы как придурки тут по стеночкам ползаем, но мы уважаем сон, тишину, и мы даем человеку отдыхать. Поэтому, когда ребенок ложится спать, я тоже отдыхаю. Для меня сейчас вот эти двухчасовые сны моего ребенка, или полуторачасовые даже сны моего ребенка, это просто отдушина. То есть даже если у меня бардак, даже если у меня тут атомная бомба взорвалась, мне по барабану ложится мой ребенок. Я могу себе вот в этой куче дерьма вот просто разгребсти местечко, в него вот так вот лечь, и отдыхать. Есть, смотреть сериал, читать, там, не знаю, книгу, вступить в инстаграме, смотреть, там, я не знаю, что угодно, работать над тем же своим ютуб-каналом, заниматься своими делами. И, в общем, я вот это время также для себя беру за отдых. Я не буду, там, когда малыш спит, у него под ухом пылесосить, и приучать его спать вот там под громким звоном кастрюль. Но это, скажем, не наш образ жизни, нам это неинтересно, нам это не нужно, и поэтому для нас это не работает. Ну и последнее, наверное, если также упомянуть рутины, которые я создавала для своего ребенка, они также с возрастом меняются. То есть, например, если сейчас неотъемлемой частью нашей рутины вечером это черепаха, то раньше она нам не входила вообще. То есть пока ребеночек был там 2, 3, 4 месяца, он на эту черепашку не реагировал вовсе. Поэтому нашей рутины был приглушенный, просто свет колыбельный, качели и так далее, и так далее. Когда у нас качели автоматических вырос, то, в общем, нам на помощь пришла черепашка. Ну, подруги, это, наверное, все, что я могла вам сегодня рассказать о том, как я обучала ребенка самостоятельному засыпанию, самостоятельному сну, сну всю ночь, режиму, ритуалам, и, в общем, как я организовала все это мероприятие. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Если о чем-то я забыла вам рассказать, также напомните мне в комментариях и спросите. И большая-большая просьба, подруги, мамочки, те, кто, например, со мной не согласны или не согласны с девочками, которые также будут делиться своим опытом в комментариях, пожалуйста, давайте без критики. Не нужно рассказывать о том, что вот вы там делаете не так, вот я прочитала это, я прочитала то. Но давайте не будем. Каждая мама для своего ребенка выбирает свое. Информации огромное количество, поэтому каждая из мам концентрируется, выбирая на, скажем, тех экспертов, которые ей подходят больше всего, и вот она работает по их методикам. Другая мама будет работать по-другому, ей будет подходить что-то другое, и это окей. Давайте будем конструктивными. Если ваш метод отличается от моего, и он вам помог, просто в комментарии напишите вкратце, как вы работали, что вы делали, в чем вы преуспели. И я уверена, вот такой вот конструктивный комментарий с вашим рассказом, как вы приучились вашего ребенка, он поможет мамочкам, которые, может быть, еще над этим вопросом работают или думают, что им больше подходит. А критика, наезды, там, я не знаю, оскорбления или еще что-то, это никогда не работает никому в пользу, поэтому, если кто-то будет жестить, грубить, сразу говорю, в блог и досведусь. Я даже церемониться там не буду. И еще один также момент. Скажите мне, пожалуйста, было бы вам интересно, если бы я устроила прямой эфир, например, в Инстаграме? То есть мой Инстаграм даца и три нижних подчеркивания, туда вы можете заходить и подписываться. И вот я, кстати, вот сейчас, пока записываю ролик, подумала, а может быть, было бы нам интересно с вами просто пообщаться на эту тему. Понятное дело, я не эксперт, и прошу, ни в коем случае не воспринимайте меня как эксперта. Я всего лишь мама, которая рассказывает вам свой опыт. И если есть мамочки, которые только начинают работать над этим вопросом или у вас есть вопросы, давайте, может быть, попробуем. Напишите в комментарии, если вам это будет интересно, тогда я запущу в Инстаграме сториз с задайте мне вопрос и на эти вопросы в прямом эфире также буду отвечать. Ну и что вы там в онлайне будете писать, насколько будет возможно. Я также попытаюсь вам на эти вопросы ответить. И, конечно же, анонс заранее вам сообщу. И последнее, что упомяну, последнее по поводу экспертов. Забыла вам сказать. В Инстаграме есть очень крутой доктор, также она есть на YouTube. Это Катя Юрьева. Я ее изначально нашла на YouTube, пересмотрела все ее семинары. Это просто что-то с чем-то. Это вот просто моя богиня питерская. Она тоже, кстати, живет в Петербурге, училась вместе с моим мужем. Это просто суперспециалист по сну малышей. Да и, в принципе, по режиму, по кормлению и так далее, и так далее. Она только что родила второго малыша. И в Инстаграме очень активно она рассказывает о том, как они живут. И в том числе у нее есть книга. Вышла только что книга. Ее тоже я куплю для своего второго малыша. И она имеет семинары, в которых она также рассказывает про свои методы обучения малыша к хорошему здоровому кормлению, сну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если у вас нет возможности, например, читать Марка Вайсблюса или смотреть материалы Вивиан Соненберг, и вам исключительно нужен русский язык, то вот Кате Юрьеву я могу посоветовать на 100%. Вот, на сегодня все, бабы. Долгий ролик опять получился, но важный супер ролик. Я сама с большим удовольствием его записывала. И знаю, что вы долго-долго просили меня его записать. Я, конечно, долго времени для меня заняло, чтобы его записать. Но все, ролик для вас записан. Он на Ютубе. Я желаю вам и вашим малышам сладких снов. И очень-очень надеюсь, что мой опыт вам поможет. Ну, а во всем остальном, желаю вам доброго дня. Подписывайтесь на мой канал. Поддержите меня и моего малыша. Ставьте лайки. И увидимся с вами в моем следующем видеоролике. На сегодня это все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok